Есть ваши эмоции от вашего вызова в сборную? Конечно, эмоции положительные. То есть, как бы, все новое по-новому выглядит. Только положительное. А скажите, что новое, что для себя отметили в сборной? Какой-то новый опыт, какие-то новые детали, новый подход к тренировке, может быть? Да нет, ну, вратарские тренировки похожи, но именно сами игровые моменты, они разные, что в клубе, что в сборной. Насколько сейчас для футболиста важен вызов в сборную, да, учит, ну, немножко другой уровень ажиотажа вокруг национальной команды и, ну, тем не менее. Ну, я по себе могу сказать, для меня, конечно, важен. Но я думаю, для каждого важен, все равно это национальная сборная. Она, в принципе, для этого и собирается, чтобы футболисты чувствовали. Как сегодня прошла тренировка, вот для вратаря в такую морозную погоду, когда поле дубовое, когда мяч дубеет, вот, судя по вашей экипировке, вы сегодня прям выложились по максимуму, как в такой погоде тренироваться, и учитывая, что в Лугограде потеплее, все-таки разница. Понятно, ну, мы не впервые на таком поле тренируемся, тем более поле нормальное, с подогревом, и не так холодно, солнце светит, все хорошо, вчера холоднее было. Здесь, понимая, проведете ли вы какое-то время на поле матча, хоть и в Кубу? Нет, я с тренером не обсуждал этого, то есть, Виталий Витальевич, там, главный тренер, Валерий Георгиевич принимает решение. Ну, если вдруг не сыграете, это как-то смажет впечатление от вызова, или как-то сильно не скажется на вас? Нет, ну, ты, конечно, если приезжаешь в команду, в любую, да, ты всегда хочешь сыграть, то есть, это обязательно должно быть, то есть, ну, желание такое должно быть. Вы смотрели матчи предыдущие товарищеские сборные по телевизору или на стадионе, я не знаю, как вам удавалось за ними следить, вот, какие главные впечатления у вас остались от последних матчей сборной России Камерун Кенич? С Камеруном дома я смотрел, когда играли, хорошая игра была, интересная, хороший соперник приехал, поэтому мне понравилась игра. Многие считают, что для сборной России не обыграть Кубу, это будет позор, вот, ваше мнение по этому поводу. Да нет, ну, давайте не будем так с негатива тоже подходить, то есть, ну, едет команда, посмотрим, когда игра начнется, то есть, каких-то сейчас, конечно, все стараются играть на победу, в любом случае, и заряжены на победу, поэтому. Ну, соперник как-то не расслабляет, нет, какой-то мышцы до оценки? Ну, не должен расслаблять, я опять же сказал, что это национальная сборная, ну, никого расслабления не должно быть. Вчера в Новогорск заехал твой клуб по Рейнону, какие чувства, какие ощущения от того, когда ты наблюдаешь за тренировкой своей команды, сборовки, будучи игроком сборной? Ну, я, честно говоря, не смотрел, я пошел с ребятами поздоровался и потом пошел отдыхать. Ну, то есть, холодно на улице, я не стал смотреть его. Что они тебе сказали? Ничего, удачи пожелали, что ждут меня в клубе. Твой вызов в сборную был проанонсирован от Руслана Нигматульна, знакомы ли вы с ним? Да, да, конечно, мы знакомы, поэтому Руслану Каримовичу привет передаю. Возможно, тоже хотите связать свою карьеру после футбола с джестом? Нет, нет, так не думал. В другом направлении хочу двигаться. Для вас вообще вратарские кто? Ну, понятно, что футболисты не любят такие вопросы, сравнения, но для вас, может быть, кто-то был ориентиром среди российских вратарей, среди, ну, Токинфеев, например, говорил про Черчеса, а вы что вы сказали? Не, ну, я смотрел тоже за всеми вратарями того времени, Нигматулинов, Чайников, потом Акинфеев, ну, если касается наших русских вратарей, но так ориентиром всегда Оливер Канн для меня был немец. Вы знаете, похоже на светлые волосы. Спасибо. Только волосами. Известно, возможно, Ваталий Танчу рассказал, что все трое вратарей поедут на матч. Ну, по последней информации вроде, да. В целом, вот как ощущается такое, не знаю, соперничество именно сборной, с какими ощущениями, понимаю, что уже вопрос был похожий, ощущение сборной, вот конкуренция, может быть, с Матвеем, с Афоном, чему-то вы у него учитесь? Я, как сказать, приверженец того, что всегда друг у друга можно учиться. У кого-то что-то лучше получается, у другого еще что-то лучше получается, поэтому я только за. То есть отношения нормальные, общаемся, узнаем, как друг у друга в клубе дела, все хорошо. Работа с Виталием Танчу Мкафановым, что, может быть, тоже нового подчеркнули для себя. Насколько я помню, он говорит, что видео отсылал специальное. Ну да, я до этого интервью говорил, что мы лично вот прям так лично познакомились, только вот на этом сборе. Понятно, что заочно там когда-то всегда где-то общались, в играх еще где-то. Но да, он мне здесь показал, объяснил, как надо играть, какие требования, все. Можно сказать, что вы сейчас на пике своей карьеры? Сложно сказать, ну, хороший отрезок, да, но сложно сказать, что прямо на пике. Посмотрим по прошествии времени, наверное, будет тогда понятно, когда был пик, а может быть, еще выше будет, кто его знает. Ну, вы уже не молодой вратарь, а вообще ждали вызов в сборную? Да, конечно, да. Я всегда себе говорил, пока я буду тренироваться, пока я буду выходить на поле, я всегда буду ждать вызов в сборную, ставить новые цели. Вот, поэтому, конечно. Что, 32 года для вратаря, в принципе, ну, это хороший возраст. У нас сейчас многие вратари играют в премьер-лиге, там, 36-37 лет, то есть играют, ну, они на 5 лет старше меня. А вы сейчас можете, может быть, назвать топ-3 вратаря? Нет, нет, честно, я не хочу браться за это, потому что, ну, действительно, сейчас много очень вратарей. То есть, хорошие отрезки проводят, потом другие хорошие отрезки проводят. То есть, именно так нельзя сказать, что вот один, второй, третий, то есть, ну. Может быть, иностранцы, которые не в нашем чемпионате, а просто, если брать по миру топ-3? По миру, ну, он Куртуа травму получил, да, но, наверное, для меня Куртуа, я не знаю, Майк Миньян из Милана и, ну, Терштеген, возможно. Ну, тоже, опять же, относительно, там, Донорума есть, ну, то есть, еще полно. Вы сказали в интервью, что Юран – это не диктатор, а мотиватор, психолог, да, по-моему, как так вы сказали? Тогда кто Карпин? Как его можете характеризовать? Ну, мало времени я провел с Валерием Георгиевичем, поэтому я не могу так сказать. Ну, тоже все доступно, все нормально, то есть, я, даже вот мне интервью, когда спрашивали, я не знаю, откуда берется, там, что это диктатор, там, я не знаю. Ну, какое в целом впечатление о Карпине? Может быть, на теории, вообще, каким человеком вам показалось вообще впечатление, общая характеристика? Ну, первое, одно впечатление могу сказать, что он, ну, понимает футболистов, понимает футболистов, вот, это и показывает, и рассказывает, как надо играть. У вас, по-моему, не кажется, что футбол, который пытается Карпин ставить своим командам, он для вратарей чересчур рискован, вот, это постоянно выход через пас, когда вас прессингуют, приходится где-то рисковать, не слишком ли такой стиль опасный? Ну, современный футбол, все смотрим, наверное, но они все то же самое делают. Ну, то есть, как бы, все команды, посмотрите, Европейский Лигу Чемпионов, там, Лигу Европы, все выходят от вратаря, играют, то есть, ну, это уже, это современные тенденции. Ну, как будто в России к этому не особо привыкли. Ну, давайте привыкать, наверное, я не знаю, ну, потому что мы же стремимся стать лучше, правильно, расти. Можно ли сказать, что вызов в сборную, это вершина вашей спортивной карьеры, или мы ждем дебют? Это цель, да, которую, там, какую-то промежуточную я выполнил, я рад, но, когда я приехал в команду, я сразу же понял, что, ну, следующей целью, и дальше двигаемся. Я не хочу, там, громко говорить, там, одно или второе, ну, для себя поставил уже новую цель. Есть такая игра, фэнтези? По российской премьер-лиге, где ты собираешь команду из игроков. Я знаю, я играл раньше. А сейчас, ты сейчас один из лучших игроков, я думаю, вообще. Голливую, наверное, то, что отдал, там, за Голливую, наверное, больше начисляют. Финальтер бывали. А, возможно, да. Кто-то подходил, там, за это благодарил, спасибо, там, за 5-0 фэнтези. Да, да, вчера снимали ролик какой-то, сказали спасибо, да. В целом удалось, может быть, общаться с нашими легионерами, вот, что-то, может быть, особенно почерпнули, какие они, вообще не, скажем, с товичками сборкой, может быть. Да, хорошие ребята, но, допустим, Сашу Головина я знаю, он в ЦСКА вырос. Вот, я тоже воспитанник ЦСКА. Вот, конечно, я интересуюсь какие-то моменты, спрашиваю, мне интересно. Тем более, сейчас человек, там, хорошо играет в Монако, поэтому, конечно, спрашиваю, интересно. Вы много лет в РПЛ, согласны, что сейчас уровень ниже, чем, условно, 5-6 лет назад? Ну, я не могу так, я не могу так судить просто. Ну, с чего, вот, мне просто это сказать, не знаю. Ну, вы же играете. Ну, я играю, да, но... Какой уровень нападающих, условно, если вы раз выиграет так? Уровень интенсивности футбола, то есть... Ну, это статистика, наверное, какая-то отслеживает. Я просто, ну, за этим не особо слежу. Мое дело, там, мячи ловить, их, чтобы команда побеждала. То есть, ну, я не стараюсь вникать в это. Если в это копать постоянно, углубляться, там, то, как-то, не знаю, не по мне. А легче играть не стало против нападающих более низкого уровня? Мне точно нет. А лучший защитник, с которым вы играли в своей карьере? С кем было комфортнее всего? С кем было наилучшее взаимопонимание у вас? Да, тоже, опять же, много. И в Амкаре, когда я играл, ребята хорошие защитники были. То есть, много игр на ноль мы играли. Сейчас в Нижнем Новгороде и в Арсенале, в Тульском. То есть, ну, мне сложно выделить кого-то. Есть хорошие ребята, с которыми я играл достаточно. А лучший нападающий, против которого вы играли? Лучший нападающий, ну, опять же, тоже там, ну, и Кокорин, там, и Дзюба, там, ну, и Федя Чалов, и Ваня Сергеев. Ну, сложно, сложно сказать. Вот, Пари НН первую часть сезона провел очень сильно. Об этом есть и ваша заслуга. А какова специфика работы с Юраном? Потому что именно под его руководством команда начала показывать хороший результат. Ну, я уже говорил недавно в интервью, что, конечно, это порядок, дисциплина. То есть, мы все знаем, что мы делаем и к чему мы двигаемся. Как в самом Нижнем Новгороде отреагировали на ваш вызов в сборную? Потому что читал интервью, но многие тренера иногда думают, что лучше вот игрока оставить как бы у себя и вместе с ним. Не, не, не. У нас здесь как бы, ну, первый вызов в сборную. И, естественно, так же, как и я, в клубе рады этому, ну, и гордятся этим, этим. Вот, поэтому все в порядке, все удачи пожелали, конечно, никаких проблем.